Ивана Березина, жителя Белоярска, прооперировали на этой неделе. В 2010 году мужчина перестал видеть правым глазом. Ошибка во время проведения строительных работ стоила ему зрения. От шлифовальной машины отлетела запчасть, ударом выбила хрусталик, так и жил до недавнего времени. Еще раз в этот же глаз тоже прилетело. Поехал вытаскивать, сказали, надо вставлять хрусталик. А что прилетело? Врачам спасибо большое, дай бог здоровья. Травматологическое отделение горбольницы номер 8 единственное в крае. За помощью сюда обращается в год более 20 тысяч пациентов. В день врачи принимают несколько десятков человек. Еще несколько месяцев назад специалисты могли провести лишь неотложные процедуры. На дальнейшее лечение по квоте людей отправляли в соседние регионы. Приходилось терять время и зачастую зрение. Инородное тело, во-первых, не каждое удается из глаза удалить. Это инородное тело в заднем полисе, не металлические инородные тела. Плюс инородное тело дает очень много осложнений в глазу. Это кровь в стекловидном теле, фиброз стекловидного тела и травматическая отслойка сетчатки. Именно этой группе пациентов будем оказывать доступную помощь. В декабре прошлого года в офтальмологическое отделение больницы приобрели новое оборудование. На него было потрачено 30 миллионов рублей. Большая часть средств из краевого бюджета. В планах серьезные операции по замене стекловидного тела глаза и введение препаратов, которые снимают отек при воспалении сетчатки. В ближайшее время врачи отделения посетят курсы повышения квалификации. Первых пациентов, которым требуются подобные вмешательства, готовы будут принять уже в этом году. Елена Кузовкина, Алексей Фризин. Наши новости.